Эфир телеканала Катунь24 продолжает утренний выпуск новостей. В студии Игорь Матаев. Начинаем выпуск. В 37 районах Алтайского края идут уборочные работы. Аграрии ведут косовицу и обмолот озимых культур, а также ранних яровых, зерновых и зернобобовых. Это горох, чечевица, овес и ячмень. По последним данным, Министерство сельского хозяйства Алтайского края сельскохозкультуры убрали с площади 55 тысяч гектаров. Обмолот провели на 28 тысячах гектаров. Сбор зерна превысил 46 тысяч тонн. В Алтайском крае празднуют 300-летие санаторно-курортного дела. Праздничные мероприятия планируют проводить до конца года. В Алтайском крае 42 санаторно-курортных организации. В некоторых из них уже провели мероприятия, приуроченные 300-летию санаторно-курортного дела. Конкурсы, творческие вечера, встречи со специалистами, дни открытых дверей и экскурсии помогли отдыхающим познакомиться с санаторно-курортным делом в России. Мероприятия будут проходить во всех санаториях края. Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Алтай-турцентр готовят фотовыставку. История создания санаторно-курортного комплекса на Алтае. Ее представят в ведущих здравницах региона. 11 августа в России отметят День строителя. Сейчас в этой отрасли трудится больше 18 тысяч жителей Алтайского края. О ситуации на строительном рынке расскажет Константин Ганов. 18 тысяч человек трудится в строительной отрасли Алтайского края. Это более 2 тысяч строительных организаций. 350 производителей строительных и отделочных материалов. 150 архитектурно-проектных организаций. Именно строительная отрасль обеспечивает половину всех инвестиций в основной капитал в Алтайском крае. И вместе с тем есть и сложности. Первая – сфера жилищного строительства с огромным трудом переходит от финансирования через продажу долевок к проектному или банковскому финансированию. По новым правилам в Алтайском крае строится всего 4 объекта. Вторая сложность – низкие цены на возведение школ, детских садов и больниц. Об этом в частности в своем поздравительном слове упомянул и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Все обстоятельства, включая, кстати говоря, и необходимость нам серьезно поработать и с системой ценообразования, и надо обновлять и сметно-дормативную базу, тоже, наверное, это та тема, которую хотелось бы сегодня здесь профессионалам отрасли слышать. Действительно, понимание сегодня есть у нас в этой проблематике. Будем обязательно находить выходы из этих сложных ситуаций. Отметим, часть аукционов на возведение объектов социальной инфраструктуры не состоялись именно из-за низкой начальной цены. Строительные компании просто не хотят работать себе в убыток. Сметная стоимость строительства школ и больниц сегодня определяется на федеральном уровне без учета региональной специфики. О том, как решается этот вопрос, рассказал глава Минстроя Алтайского края Иван Гелев. Буквально, наверное, неделю-две назад я был в Москве, общался с заместительным министром и договорились о том, что Алтайский край попадет в число пилотов, мы шестым будем, или плюсом к шести седьмым, да, субъектом, который пойдет по пути ускоренного пересчета вот этого индекса. И мы надеемся, что до октября мы получим измененный сводный прогнозный индекс, который будет более, так скажем, соответствовать требованиям, ну, фактическим ценам на строительство и желаниям подрядчиков. Строители региона, безусловно, оценят такой подарок. Кстати, не единственный. В честь Дня строителя губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил работникам отрасли медали за заслуги в труде, а также почетные грамоты правительства Алтайского края и благодарности губернатора Алтайского края. Среди награжденных стропольщики, монтажники, машинисты, электрогазосварщики, инженеры и другие специалисты. Константин Ганов, Сергей Сидых, новости. К этому часу у меня все. Я желаю вам отличного дня. Увидимся в эфире.